Представители знака Зодиака Рак, здравствуйте, мои дорогие! Второй прогноз – гороскоп событий на пороге марта. Давайте узнаем, каковы события с первых недель месяца. Три главных события. Энергетика марта призывает нас быть милосерднее к самим себе. Это очень важно – позволить себе право ошибаться и идти дальше. Преодолеть какие-то условности, эмоциональные, может быть, переживания. И вообще эмоции, к ним относиться более спокойно, осознанно, чтобы определить правильные и удобные дороги на последующий период. Энергии марта могут напоминать эмоциональные качели, которые в первые, предположим, пару дней, месяца могут нас воодушевлять, радовать, вдохновлять. Но уже последующие другие пару дней могут подталкивать, действовать импульсивно или чем-то разочаровать нас могут. И вот эта смена таких эмоций, совершенно противоположных, будет где-то волнообразно продолжаться вплоть до 20-21 числа. Немножко ситуация как раз выравнивается к дню весеннего равноденствия. И будет у нас еще 25 марта лунное затмение в Весах. Это начало коридора затмений, который закончится 8 апреля уже солнечным затмением и новолунием в знаке Овен. Как Овен, так и Весы. Это как раз у нас ось лунных узлов в этих знаках сейчас расположена. И лунное затмение может высветить 25 марта какие-то наши тайные мечты, желания. Может быть и какие-то конфликты, когда нам захочется с кем-то примириться. Или мы вынуждены быть дипломатами. Дипломатия вообще в большом почете, потому что больше миром правят пока эмоции. И вообще на весь 2024 год я сказала допустить себе или позволить право ошибаться. Это будет очень важно, потому что где-то весь 2024 год его спокойным не назовешь. И поэтому быть готовым к неожиданностям и уже 8 апреля, забегая немного вперед. Вот это солнечное затмение, оно может нас озадачить какими-то неожиданностями, мои дорогие, и метаморфозами. Но пока мы в разрезе одного месяца марта. Давайте с вами посмотрим, что придет, что уйдет. Ну и три главных события, которых мы посмотрим, попробуем раскрыть точнее на картах. Итак, что придет для вас, мои дорогие? Для вас хорошее время начинается с таким заделом на хорошее далекое будущее. Итак, что придет, по мнению карт, в марте? Что уйдет или с чем вы, может быть, проститесь окончательно? И достанем три карты, как три главных события. Может быть, это те области жизни, вашей сферы, вашей жизни, в которых происходят какие-то перемены, новости, информация. Итак, что же придет? Ну вот, вы сами. Это ваши планы, это ваши задумки. По этой карте вопросы личной жизни, безусловно, не обязательно это вас олицетворяет. Ну или вас через призму ваших желаний, возможностей именно что-то осуществить в вашей паре. Или когда вы один или одна, тут что-то вы можете задуматься, как раз, а стоит ли мне продолжать одиночество? Или есть смысл все же быть счастливым или счастливой в паре? Или дела, семейные дела с вашими родственниками? Даже если вы один или одна, эта карта тоже может означать. В целом, ось отношений, и это отношения как с близкими, так и в социуме, и финансы в центре вашего внимания. Именно осуществить тот план в том контексте, как я этого хочу. Ну вот это как будто приходит, возможности приходят, мои дорогие. Что же уйдет? Это карта победителя. Вот эту победу придется удерживать, чтобы не упустить чего-то из своих рук. Или не отказаться от того, что вы достигли, может быть, сложным путем. И основная задача как будто не завоевывать, не брать новые высоты, а уделить внимание тому, что у вас уже теперь есть. Или, может быть, какой-то есть вопрос, когда вы считали, что победа у меня в кармане, и как-то изменились обстоятельства, и вам заставляют они вас пересмотреть вашу тактику, вашу стратегию. Одним словом, что уходит? Тот период, когда вы понимаете, что происходят изменения, или вы совершили какую-то ошибку, может быть. И тут самое время быть собою откровенным. Допустить, правда, что я могу ошибаться, и не говорить, что это мне помешали обстоятельства, или люди там, ну, как-то не так по отношению ко мне, может быть, проигрались или относились. Это да, это все есть как причина, но мы ведь не можем ни обстоятельства, ни людей изменить. А если мы понимаем, что, ну, хорошо, если я зря доверился или доверилась какому-то человеку, а он меня подвел, ну, значит, хорошо, что-то я прошляпил, в следующий раз буду хитрее, умнее, в конце концов, буду более предусмотрительней. Мы как бы берем ответственность на себя, и это основа нашей самодостаточности. Поэтому право на ошибку – это очень ценное право. Это больше самодоверие в нас самих воспитывает. Мы принимаем это не что иное, как мудрость жизни. Учимся этой мудрости, наверное, в течение всех наших долгих лет. Итак, мы смотрим первое событие, если три главных события, какая-то история из прошлого, которую вы не хотите, скорее всего, либо отпускать, либо дорого, любима, и вроде бы надежно, и есть самопонимание, и есть искренность, или было это. Может быть, по каким-то причинам это ссора у кого-то, или о себе напоминает, мои дорогие, мы все-таки делаем общий прогноз, а меня смотрят люди, у каждого своя какая-то квинтэссенция судьбы. Вот так вот, второй вариант – это могут быть по шестерке кубков те люди, все равно которых мы знали, и предположим, на какой-то период жизни, они как будто исчезли из нашей жизни, из поля видимости, или по какой-то другой причине прекратилось общение, или друг друга не поняли. Так вот, о себе может напомнить человек, или вы можете его случайно встретить, или искать встречи, и как будто эта встреча может состояться, или переписка, может быть, начнется с этого, а потом отношения продолжатся. Но есть у вас тот человек или тот предмет вашего интереса, именно в качестве персоны, который, вы понимаете, стоит вашего доверия, и когда вы друг друга понимаете без слов. С другой стороны, иногда бывает по шестерке кубков, когда мы, ну, учимся на опыте прошлых ошибок. Вот не всегда, но бывает. Давайте мы немножко раскроем это значение, и чем дело кончится. Достанем такую карту. Что по мнению карт? Чем же дело кончится? Правда, может быть, у кого-то и сожаление, если бы мы рядом про шестерку жезлов была какая-то победа, вам казалось, может быть, по отношениям. Вы уже с человеком достигли, ну, какой-то этап прошли вместе, да? Или вы друг друга знаете, для вас человек был предсказуемый, а тут что-то пошло не так. Тут явно что-то идет не так. Может быть, это не в марте. Это, скорее всего, судя по этой карте, ситуация, которая была раньше. Может быть, это февраль, у кого-то январь. И вот этот холод в отношениях, отсутствие взаимопонимания. И я не могу сказать, чем дело кончится. Какая-то история как раз и закончилась тем, что либо вы не договорились, либо, несмотря на искренность, может быть, есть какой-то факт, который помешал вам продолжить вашу историю. Или иногда это могут быть вопросы, связанные с деньгами, когда недостаток денег. Может быть, они задерживаются. Или по какой-то причине вы не получили полностью всю сумму. Или вообще вы хотите как-то кардинально изменить свою финансовую ситуацию. И это не заканчивается. Чем дело кончится? Оно как будто не кончится. Вам эти вопросы придется решать. Это как что-то незакрытое, как гештель, которое должно быть выяснено, прояснено. Не должно быть каких-то белых пятен или для вас какой-то недосказанности, неизвестности. Это не произойдет само по себе. Есть ли этим вопросом или вопросами финансы и отношения. Вот действительно то, как мы сказали по Королю Кубков. Энергетика карты вашей, она именно такова. Если мы эти вопросы не проясним, не закроем, мы будем неведеннее. Как будто вы не будете избавлены от этих мыслей. Они будут продолжаться. Поэтому лучше прояснить на берегу ситуацию. Давайте мы еще одну карту достанем, чем сердце успокоится в этой ситуации. Каковы тенденции? Вот все то, что я говорила, оно никуда само не денется. Карта внутренних страхов, сомнений, когда мы себе нарисуем совершенно не ту картину, которая есть в действительности. Правда, какие-то, возможно, глубокие разговоры, когда вам нужно прояснить либо ваши отношения, либо куда идут наши отношения, либо отношения человека к вам, или, может быть, человеку тоже интересно, как вы к нему относитесь. Тут должна быть какая-то правда и искренность. Это будет означать баланс в душе. Это на самом деле дорогого стоит. Давайте мы достанем карту совет. Вот есть какая-то личная история. Я вижу именно так. Может быть, она граничит с финансами. И словно это вот такая задача жизни, жизненный урок, экзамен. Вам по судьбе, верховный жрец. Мы учимся. Вообще-то по верховному жрецу мы учимся на чужих ошибках. Но кто знает, тут похоже. И вы могли какую-то или ошибку совершить, или, может быть, человек, ваш партнер, ваш знакомый, знакомые тоже где-то были неправы. Ну, так вот тут надо соединить видение ваше, видение, может быть, конкретного человека, и проговорить важные события или отношения к событиям вас и данного конкретного персонажа. Может быть, по этой карте есть какие-то... Такое тоже может быть, вот с учетом верховного жреца, ведь это у нас еще высокие инстанции проходят. И, может быть, для кого-то из вас вопросы наследства, которые будут перемежаться с выяснением отношений и одновременно выяснением отношений по финансам. По финансам, точнее. И какие-то, может быть, как согласования у нотариуса, одновременно какие-то беседы между родственниками, или как надо выяснить общий, как будто фон дела раз, и потом это дело еще согласовать в инстанциях два. Потому что по верховному жрецу мы должны тоже что-то сделать правильно. Вот, понимаете, что бы тут ни стояло на кону, как я сказала, либо отношения, либо финансы, либо вопросы наследства, либо какие-то вопросы по работе, или как вы зарабатываете деньги, оно должно стоять на кону в открытом тексте. Не должно быть недосказанностей. Иначе вот эта восьмерка мечей, она будет иметь тенденцию к продолжению. Но тут как будто необходимо вот этот жизненный экзамен пройти. Давайте мы посмотрим второе главное событие. Четверка мечей. Я складываю оружие. Так звучит буквально карта. Это карта отдыха, это карта покоя, когда мы приводим мысли в порядок. Может быть, вы устали, и вот такая временная перезагрузка вам совершенно необходима. Может быть, в вашей деловой сфере где-то наметится пауза, и вы ее можете расценить как откат назад, словно, да, была победа, а теперь не то застопорилась, не то ситуация похожа на болото. И что с этим делать, я не знаю. Самое время не тормошить себя, не пытаться убыстрить какую-то, может быть, ситуацию, потому что, ну, наверное, эффект болота может сработать, если мы больше барахтаемся. По этой ведь карте часто бывает, знаете, как обстоятельства извне. И тут сколько себя не заставляй, сколько не пытаясь убыстрить какой-то вопрос, может не получиться, потому что, ну, вот какая-то данность сложилась, и ты ее не перепрыгнешь никак. А когда ты, наоборот, пытаешься настаивать на своем, не находишь отклика, и тебя словно отбрасывает на пару шагов назад, более дальше, нежели ты был на той точке в первый момент. Поэтому правильно распределить свои силы. Давайте мы вот эту паузу проясним, чем дело кончится. Может быть, у кого-то поход к врачам вы решите пройти попросту обследование. Нам не говорят о болезни, хотя период марта еще сопряжен где-то с вирусными заболеваниями, эпидемиологическая обстановка. Неспокойно, это правда. И если вы много работали, иммунитет тоже от усталости падает, и какая-то досадная болезнь, может быть, простуда, может уложить в постель. Поэтому здоровью все же надо уделить внимание. Итак, чем дело кончится? Вот эта пауза. Вы примите решение. Тут скорее не про болезнь, хотя, может, у кого-то, как обследование и проиграется. Я должен знать о себе что-то наверняка. И нулевой аркан именно в этой колоде, посмотрите, это как гений господствует над хаосом. Вы с какого-то хаоса будете буквально отстраивать порядок. Вот нужно собрать воедино какую-то конкретику и от этого как будто оттолкнуться. У нас шут показан таковым, как маг-волшебник. Он жонглирует всем зодиакам. И значит, чем дело кончится? Ваша задача со всеми договориться. Это где-то в том ключе, что я говорила по первой ситуации. Возможно, вот эта пауза как раз и вам и не дает покоя, когда мне хочется отойти от дел. А карты упрямо нам говорят, что нет, без твоего участия что-то не получится. Но это участие, оно не должно быть каким-то поспешным. Тут нужно новую стратегию, тактику разработать. И это будет означать новое начало. И значит, мои дорогие представители знака зодиака рак, если мы берем личную жизнь и были, может быть, какие-то ссоры здесь, есть, может быть, примирение или возможность начать как будто все с чистого листа. И глубокие разговоры, повторюсь, они неизбежны. Это как новый интерес в паре. Нулевой аркан, правда, он о чем-то судьбоносном говорит. И с учетом, что здесь у нас в Совете выпадает Верховный Жрец, какая-то история как будто в грустном контексте может завершиться и начаться совершенно с новым вдохновением. А чем же сердце успокоится? Или кто-то из вас определится вот по той теме, о которой вы раздумываете, если мы про мысли, которые предполагаются, что мы отказываемся, складываем оружие, значит, какой-то ментальный мусор мы словно избавляемся от него, то, что уже не имеет значения, а думаем больше на перспективу. Чем сердце успокоится? Чем сердце действительно успокоится? И королева кубков, здесь какая-то личная история, так, как вы, может быть, хотите. Хотя кто-то из вас может вполне честь сердца успокоиться тем, что вы опять что-то поставите на паузу, мои дорогие, и решите, что нет. У кого-то это будет как последствия, может быть, переговоров. Вы не захотите либо действовать в том ключе, либо для вас будет неприемлем ход мысли или как предложение оппонента. Может быть, это касается работы, заработков, или даже если личной жизни для кого-то, это будет как... Я все равно никуда не буду торопиться. Вот есть какая-то пауза, есть уже и перезагрузка по нулевому аркану, но нет поспешных действий. Может быть, обстоятельства сами по себе вам не дают что-то пока реализовать. Вот правда. Но вот какие-то неспешные энергии. Давайте карту совет. Что же это за... Вот посмотрите. Королева копков и девятка пентаклей. Это карта самодостаточности. Я могу сказать, что... Что бы вы тут грандиозное себе не задумывали, или наоборот, в каких бы мрачных мыслях вы не были, у вас самореализация все равно будет на хорошем уровне. Деньги будут, нам говорят. Может быть, как карта совет, мысли конкретно. Не как вот в этой восьмерке мечей, да, карта внутренних страхов и того, чего нет. Девушка смотрит вглубь себя. Это ей кажется, забор из мечей. А на самом деле она не видит конкретики. Она не видит, что вокруг нее. Потому что какие-то грустные мысли ее затянули на глубину. А здесь нам говорят по девятке пентаклей. Да нет. Если ты живешь в моменте здесь и сейчас, если ты занимаешься любимым делом, любимым творчеством, любимым хобби, для тебя, ну, прекрасный период жизни. Правда, очень умная фраза, если заниматься любимым делом, можно пропустить и апокалипсис. Правда. И это на самом деле так. Мы не замечаем какого-то кризиса. Или кризис Лавас, кстати, мои дорогие, может сработать как раз со знаком плюс. И для кого-то будет депрессия великая, а для вас будет период процветания. Это где-то очень символично с тем периодом, который не просто в 24-м году где-то принимает обороты, да, по нарастающей. Вы темп можете набирать. Но еще и с заходом на 25-й и где-то 26-й тут действительно самореализация. И у нас девушка держит сокола на руке. Это, как известно, та птица, которая парит высоко и видит далеко. Но это своеобразный символ того, что вы можете видеть словно пространство, пространство во времени, анализировать правильно. Причем не вот эти сомнения, не где-то глубокомысленные рассуждения, а больше то, что, знаете, касается рационализма, какого-то холодной, трезвой головы, можем говорить так, да, когда не осталось никаких эмоций. Так вот, анализируя этот прежний опыт и видя то, что есть сейчас по факту, вы можете предугадать, как пойдут развиваться либо события, либо отношения, либо... Это вопрос, который по поводу заработка. Все-таки девятка Пентакли, карта самодостаточности. И в первую очередь она говорит, что и деньги будут, и возможность сама по себе денег заработать, или решить какие-то вопросы по вашему бизнесу, по вашему труду, или достижение ваших амбиций. Нам говорят о том, что это когда вы, знаете, абсолютно уверены в собственных силах. Это дорогого стоит. Третье событие. Может быть, не совсем таким простым путем. Тут действительно кто-то из вас может, если это касалось отношений, окончательно что-то поставить на паузу или от чего-то отказаться и предпочесть, я буду теперь заниматься бизнесом или своей карьерой. И у вас может быть на кону, как по рыцарю Пентакли, правда, новое дело, новые возможности, которые на длительную дистанцию. У нас рыцарь Пентакли едет медленно, и он понимает, что он должен подмечать мелочи, мелочей как будто нет, и ваш успех будет складываться из искусства мелких шагов и внимания к деталям. Это не тот успех, который за один день, а это то, что вы выстраиваете сами практически, это ваши приложенные усилия с далеким прицелом на будущее. Лет 10-20, как по Плутону, могут быть и в отношениях вот такие заминки. Вообще, честно говоря, мои дорогие, я бы сказала, тут не совсем для вас как-то... Наверное, для тех, кто в паре, будут отношения такие, как и были, особенно если у вас все хорошо. Ну, может быть, есть вопросы по поводу родственников, где-то детей, когда вы вместе что-то сообща решаете. Но для тех, кто один или одна, я не могу сказать, карты не сказали нам про любовь, по крайней мере. Возможность-то есть как бы примириться, но, наверное, если были недопонимания, но у каждого своя жизненная позиция. Итак, чем дело кончится? Вот такой марафонский забег за деньгами, как будто за славой. Чем дело кончится? Ох, смена статуса, возможности. Какие-то важные согласования по карте император нам говорят, чем дело кончится. Правда, высокими инстанциями может быть, вам придется куда-то отправляться к чиновникам или представителям власти, узнавать, как в отношении вас работает закон. Помимо всего прочего, уважаем систему иерархии, и выважаем представителей закона, мои дорогие, тогда мы быстрее со всеми договоримся. Закон как будто уважает нас. Ничего не делает того, что противоречит, безусловно, закону. И здесь, как, чем дело кончится построение карьеры, новые какие-то высоты, новые возможности, и вы их будете чувствовать буквально как будто кожей, что у меня сейчас продуктивное время. сменить вот этот самый статус. Карта власти, все в вашей власти, этим дело и заканчивается. Чем сердце успокоится, не успокоится, будут перемены, колесо фортуны, но это те перемены, которые нас захватывают как драйв. И поэтому все равно действительно, как вот тот март, будут где-то паузы, а где-то это начнет убыстряться ситуация, и по колесу фортуны мы чего-то не можем оставить на потом. Мы должны действовать в моменте здесь и сейчас. Быстро анализировать, быстро принимать решения, или, может быть, откликнуться на какое-то предложение, хотя бы сказать, я в теме, я знаю, но не уйти в какое-то глухое молчание. Нет, наша реакция, она как минимум предполагается два старших аркана, мои дорогие. И вот внимание к деталям может вам и помогает как раз изменить свой статус. Может быть, где-то через власть, через ваши достижения, через нужное согласование и колесо фортуны сама судьба вам благоволит. Но по колесу фортуны мы должны держать вот эту рулетку или назовите штурвал судьбы ближе к центру, контролировать ситуацию. Мы не можем расслабиться, значит, следом за какой-то победой. Может идти словно пауза, но вы все равно набираете обороты. Как ни странно, вы набираете медленным каким-то темпом, что-то начиная или продолжая и постепенно пространство и время, судьба, ангелы-хранители, назовите как угодно. Вам подыгрывают как будто. Посылаю вам не случайные случайности, которые больше сыграют для вас в плюс или какие-то, знаете, как совпадения может быть в жизни или еще по колесу фортуны это может быть какая-то встреча очень важная. знакомство может быть кстати вот с таким человеком, который при власти, который имеют большие полномочия и вы каким-то образом прозаимодействуете для себя открыв новые перспективы либо это через деньги будет мы говорили, да может быть согласование наследство или еще что-то для кого-то карьера когда вы ну либо общий язык с руководителем находите или вышестоящие какие-то есть еще инстанции но по карте император мы не прыгаем через голову руководителя вот здесь нужно правда все делать по закону по системе и иерархии вот это будет для вас важно как будто уважать да хотим мы или нет но система есть система и наша задача не идти в разрез с какими-то постулатами или какими-то общими нормами совет от карт я хочу достать прекрасный совет правда девятка пентакли десятка пентаклей успешные решения в плане денег в плане заработков кстати правда если для кого это актуально вопросы наследства вы станетесь довольны даже если претендентов не вы один или одна а несколько вообще как возможность новых перспектив все-таки перед вами мои дорогие открываются я не поленюсь все эти три карты показать вам посмотрите пусть эта карта совет это больше конечно на сбережение потому что как будто деньги могут на последующий период понадобится если мы говорим деньги это один из способов взаимодействия с миром тут у вас новые возможности весь мир наверное открывается и даже то что вчера вы могли только мечтать где-то в марте вы можете почувствовать что да сейчас что-то меняется и пусть обстановка где-то идет то пауза то ускорение то какие-то непонятки то мне уже кажется я проиграл но все равно что-то набирает обороты вы можете прочувствовать я во власти высших сил и как раз это значение которое перед вами открывает новые перспективы как и вот это ведь карта благополучия по сути дела так как и по благополучию и наверное более шире новое качество жизни для кого-то из вас это еще может означать смена социума может быть и так но правда всевозможные перспективы и все со знаком плюс и еще и по нарастающей перекладывайте на себя мои дорогие и будьте счастливы будьте любимы всегда